Здарова смертный! С вами как всегда бессмертный бог Алекс Даймонд И сегодняшнее видео будет про Nintendo Switch Я наконец-то ее купил, долго ждал Вот она, именно та модель, которую я хотел New Nintendo Switch с Joy-Con с расцветкой синий и красный Потому что я не хотел серии, потому что серии довольно скучные Я люблю все, что более выглядит поэзитивно Довольно красивая коробка, если честно Сейчас будет мини-распаковка и обзор про эту штуку И как я вообще взял эту штуку Я поставил на сайте объявление, что я покупаю Nintendo Switch И мне мужик написал Я договорился на 250 баксов вместе со мной игрой Monster Hunter 4 для 3DS Можно сказать, что мне приставка вышла в 2000 евро Я имею в 200 евро И уже игра продается по-любому по 50 Так что можно сказать, что я взял New Nintendo Switch за цену Lite Nintendo Switch Но Lite, конечно, это кастрированная приставка Так что я лично хотел именно эту большую Потому что ее можно подключать к телевизору Я забираюсь на нее играть на телевизоре И в портативном Вряд ли так уж часто буду играть, пока не куплю чхот для нее Потому что я боюсь ее поцарапать Почему я не купил PlayStation 4 или Xbox One Ну, по одной лишь причине, что мне там нечего играть То есть там только Dead Red Dead Redemption 2 и все То есть я в эксклюзивах Sony не играю Попытался поиграть в Uncharted, мне лично не понравилось Это была даже первая моя игра на PlayStation 3 Uncharted 3 И Xbox Ну, я Xbox недавно взял Xbox 360 Неплохая приставка, мне нравится Даже дизайн хороший Но тоже нечего там какие-то эксклюзивы играть Я люблю эксклюзивы от Nintendo Я люблю... Самое главное это Pokemon Ради Pokemon Zeld'у люблю И Mario Kart Обычный Mario я не очень люблю Не знаю, не любитель Mario там Что еще есть? Smash Bros никогда не играл, так что не знаю как Animal Crossing Очень хорошая игра на 3DS Тоже здесь выйдет скоро О, еще Zeld'a Link's Awakening Тут хоть поиграть Было бы круто Так что вот такая приставочка У меня даже было Когда она появилась Был бандл Mario Odyssey И я хотел на обмен с одним чуваком Тоже поставили на сайте Не хотел на обмен, но что-то ему не понравилось Он продал ее кому-то И тот Потом я видел, что тоже опять поставил на продажу Наверное, что-то не понравилось А я лично хотел не БУ, а именно новую Чтобы никто не трогал этот штаб То есть была новенькая Ну что ж Сейчас мы ее Разберем То есть посмотрим, что внутри и как Начнем ее оттуда вытащить Потому что я специально ее Не вытащил оттуда, чтобы была на видео То есть я с вами посмотрю Чего да как и почему Правда я вытащил только планшетник Чтобы поставить и флешку Потому что есть иногда брак Наото рассказывал, что у него флешка не ставилась Так что я проверил на всякий случай Если ставится вообще флешка Вот такая инструкция от Nintendo Довольно коротенькая То есть вообще Листочек Так, сама приставка Хотя давайте и вытащим сперва Всю эту хрень изнутри Потом посмотрим на приставку Так, внутри Вот такие штуки Вряд ли буду пользоваться Но пусть будут Почему бы и нет Бандали Во всех бандалах есть такая штука Для джойконов Это типа шифты Довольно приятно нажимается Так, потом HDMI от Nintendo Это вообще шикарно Потому что HDMI всегда полезные штуки Особенно когда у вас много приставок Так, блок питания Самое интересное, что он британский Вот видно по По этой вилке Это британская вилка Я считаю, что это самая лучшая вилка Потому что они не ломаются Обычно европейские тоники ломаются Вот это поставил просто переходник Если ломается переходник То это фигня Это остается целым То есть я люблю именно британские такие розетки Вообще шикарно Довольно качественно сделано Так, дальше Так, что здесь А, это Джойкон грипп Если я не ошибаюсь Вот такой Знаю, что есть типа Джойкон грипп Который типа заряжается здесь А это просто обычный Пластик То есть поставил и играешь Для моих рук Если честно Довольно нормально У меня небольшие руки То есть Шикарно Так, дальше посмотрим Так, последнее это Сюда вытащить Давай выходи Так, вот так Это док-станция Так, вот так И вот так Довольно красивенько Если честно Такая миниатюрная Здесь ставится Кабеля USB 3.0 HDMI И адаптер Вот так Так, внутри Пластик То есть По-любому будет царапать Экран Придется найти пленку Или что-то наклеить Здесь Мягкое Чтобы не Царапал экран Наверное Наклею пластырь Потому что Пластырь из какого-то Материала сделан И они Не царапаются То есть Это довольно хорошая идея Хороший лайфхак Как говорится Кто хочет Попробовать Здесь просто пластырь Нужно Наклеить обычный И думаю что Будет сохранять экран И сзади Тоже было бы хорошо Тоже наклеить Потому что тоже пластик И тоже будет царапать Вот такой Нинтендо свитч Это не знаю Краска или что Это Наверное краска Какая-то Так Ну что ж Перейдем К самой приставке Так Вот сама приставка Сам планшетик Если честно Я его не вытащил Полностью из пакета Только кусочек Чтобы проверить Если флешка заходит Она вот под этой штуки Вот Я заранее купил флешку На 128 гигабайт Потому что знал Что рано и поздно Я куплю себе Нинтендо И пусть будет Так Сам планшет Вот он уже Хочет Чтобы я поставил Джой-кона Так Вот так выглядит Так Здесь вот так Сзади Нинтендо Оставляется Отпечатки Но это фигня Так Вытащим Давайте Вытащим Джой-коны Так Первый Джой-кон Это синий Вот такой Довольно Приятно Довольно Удобно Нажимать Я думаю Что не будет Удобно Нажимать Эти кнопки Довольно Удобно Я уже привык К 3DS Вот таких Кнопок Так что Для меня Это не проблема Так Это синий Вот так выглядит Давайте Красный Вытащим Так Это не совсем Красный Он какой-то Красно-оранжевый Яркий Такой Довольно Приятный Цвет Кнопки Инфра-ред Ну что ж Давайте Подключим Джой-кон К свитчу Я первый раз Делаю это Так что Первый И Второй И до конца Что ли Есть Все Довольно Ну не сказал Что большая Но Громостная Особенно для моих рук Так Выберем язык Здесь Испанию Итальяну Китайские Какие-то Русские Так Давайте я выберу Все-таки Или английский Или русский Я даже не знаю Какой выберем Ну ладно Русский Пусть будет Пока что Так Европа Америка Австралия Новая Зеланда Япония Гонконг Ну Европа Так пожалуйста Внимательно Так Обновление Завершено Консоль Будет Перезагружена Что-то Довольно Быстро Обновилось Нинтендо Довольно Прикольная Штука Мне нравится Вот так До конца Так Что здесь Так Ешоп Подборка Новостей Запустить Запускаем Нажми Ну И ту же Кнопку Три раза Есть Все Мы зашли В приставку У меня конечно Здесь Ничего Нету Потому Что Она Новенькая Давайте Запустим Я взял Специально Первую Моя Игру Что Было Покемон Let's go Я хотел Сиви Но попался Пикачу То есть У меня Даже Есть Коробка Сиви Так Сейчас Покажу Попались Голые Коробки Довольно Странно Потем Он Лес Го Иви Есть Платон Без Игр Просто Коробки А здесь Уже Потем Он Let's go Пикачу И вот Эта Игра Была С самой Приставкой Master Hunter 4 Ultimate Наверное Я обменяю На Какую-то Игру Для Nintendo Желательно На Зелье Было Было Круто Даже Если Она Был Так Это Новенькая Запечатанная Игра Ну Что Ж Давайте Поставим Картридж Первый Раз Здесь Ставится Картридж А Ну К Так Правда В Какую Сторон А Все Понятно Вот Так С Рисунком На Себе И Все Зашло Игра Появилась Запускаем Так Доступно Обновление Системы Вы можете Загрузить Его Сейчас Загрузить Так 12 1 30 Довольно Быстро Загружается Может У меня Интернет Просто Хороший Так Все Шикарно Что Выберите Пользователя Пользователь Выберлен И игра Запускается Придется Поставить ее На зарядку Я видел Что там Только Одна Полоска Так Так Здесь Показывает Что Я хочу Да Хочу Полную Приставку Геймфрик Я люблю Игры от Покемонов Так что Для меня Именно Покемон Это была Самая Главная Игра Здесь Звук Так что Здесь Языки Ага English Так Begin Guide Change Language Begin Посмотрим Я лично Не смотрел Эту игру Так что Впервые Я тоже Смотрю ее Блин Опять Без Зазвучки Ну Ё-моё Так Так Давай Побыстрее Не Люблю Читать Вообще Эти Штуки А Когда Играю В Покемонов Вообще Не Читаю Эти Написи Кстати Это Ремейк Первого Покемона Который Red Blue And Yellow У Меня Есть Red And Yellow На Gameboy Оригинальный Потом Ремастер Был Так Выберем Персонажа Так Здесь Можно Выбирать И Обычно Когда Играю Я Играю Постоянно За Женский Персонаж Потому Что Не знаю Зачем Мне Смотреть На Мужика Да Пусть Будет Так Так Имя Сейчас Напишу Имя Так Окей Все Продолжаем Соперник Соперник Как я понимаю Да Тоже Надо Имя Сейчас Напишем Еще Одно Имя Довольно Удобно Что он Плашет Можно Писать Быстро С пальцем Надо Бы Пленку Бы Купить Если Бы Найти Где То А то У нас В магазинах Продается Nintendo Switch Pokemon Edition Старая Версия Продается За 500 Евро Обычные Которые Более Старые Версии За Где-то 300 С чем-то Евро 400 Евро Это Вообще У нас В магазинах К сожалению Нету Официальных Nintendo Довольно Дорого Продают Все Так Начинается Там Даже Nintendo Switch Синим Контроллером Так Что Надо Делать Если Честно Анимация Шикарная Мне Лично Нравятся Такие Игры Анимешные Как Многие Говорят Так Что Он Мне Скажет А Вот Он Дает Мне Пикачу Женский Пол Потому Что Хвост В виде Сердца Ну Это Понятно Потому Что Я Выберил Как Персонажа Девочку Так Что Мне Пикачу Женского Пола Дает Так Так Что Здесь Надо Нажимать На Ок Это Как Покемон Го Что Там Типа Можно Двигать И что Так С первого Раза Давай Вообще Шикарно Как я Понял Можно Даже Из Покемон Го Перевести Свои Покемоны В этой Игре Так Что Вообще Будет Шикарно Вот И Все Пикачу Мой Первый Покемон Но Я Буду Охотиться За Иви Потому Что Иви Я Больше Люблю Хотя Вряд Я Буду Играть И За Иви Возможно Я Выберу Какого Более Сильного Покемона Ну Что Ребята Я Подключаю Док Станцию В телевизор Так Здесь Вот HDMI Вина Да Вина Здесь HDMI А здесь Сама Зарядка Здесь Уже Лишнее USB Может Быть Есть Что Что Тоже Подключить Так Вот У меня Вот Такая Британская Вам Нужна Вот Такая Штука Под Британскую И Вала Если Это Ломается То Ее Выбросить Легко И Оставляется Довольно Хорошая Зарядка Так Сейчас Ее Поключу К телевизору И посмотрим Как выглядит На телевизор Что же я поставил Так Сейчас Поставим Приставку Медленно Получилось? Так Подключились О Идет Сигнал На телевизор Или нет Что происходит Так Сейчас Выводим ХДМАЙ Первый Нету Сигнала Вытащим ХДМАЙ Первый Вот так Вытащили ХДМАЙ Первый По любому Ничего Так Сейчас Зайдем ХДМАЙ Второй Ок И Может быть Надо ХДМАЙ Просто поставить В первом Вот так Поставил ХДМАЙ В первом Ну да Есть Получилось Надо Надо Просто Поставить ХДМАЙ В первом Слоте Так А ну-ка Попробуем Без Вот так С помощью Джойстика Вот так И Второй Так Вот Здесь Вала Так Здесь Показывают Первый Второй Наверное Это Самый Главный Так Посмотрим На Телевизоре Конечно Выглядит Шикарно Кто-то Говорил Что Мыльно Но Что-то Я не Замечаю Что Было Мыльно У меня Телевизор 4К Давайте Поиграем Немножко На Джойстике Посмотрим Что Так Если честно Довольно Удобно Не знаю Кому Не нравится Я не знаю Для моих Рук Просто Идеально Даже Не знаю Мне лично Про Контроллер Вряд ли Будет Нужен Так Что Там Опять Болтают Вот Что Я Ненавижу В покемонах Это Болтовня Лучше Бы Сделали Озвучку Так Это Главный Контроллер Переключилась Именно На Этот Наверное Этот Вообще Не Пользуется В Игре Так Что Здесь Ну Короче Вы Поняли Работает Шикар Что Ребята Подключил Я Короче Нинтендо Шоп И Скачал Кучу Демок Еще Скачал Две Бесплатные Игры Вот Эта Игра Еще Фортнайт Они Бесплатные И Куча Демок Я Люблю Скачивать Кучу Демок Чтобы Смотреть Что Да Как Потому Что Я Не Покупаю Обычно В цифре Только Демо Версии Скачаю И Уже Поиграл Немножко В Покемон Let's Go Пикачу И Еще Нашел Ютуб Самое Странное Что В Нинтендо И Шоп Нет Раздельные Категории Чтобы Была Программа Для Свитча И Игры И Все Это Там Все В кучу То Есть Надо В поиске Вообще Искать Ютуб Вообще Нигде Там Не Было Я Просто В поиск Забил Ютуб И Нашел Его И Начал Скачать Не Знаю Какие Еще Программы Есть Для Нинтендо Свитч Придется Посмотреть И Узнавать На Ютубе Наверное Потому Что Походу Есть Даже И Браузер А Многие Не Знают Про Это Ну Что Наверное Больше Нечего Здесь Показать Показал Игру Показал Приставку Она Вообще Реально Шикарно Выглядит Мне Лично Нравится Не Знаю Мне Лично На Плей Тейшн 4 На И Иксбокс Пока Еще Нечего Играть То Я Люблю Личные Эксклюзивы Для Нинтендо Кстати Кто То Говорил Что Люфт Есть Если Честно У Меня Вообще Нет Люфта Серьезно Нет Никакого Люфта Это Капец Она Не Держится Реально Хорошо Так Что Не Знаю Может Зависит От Приставки Как Попадается Но Люфта Нет Но Вот Мэй Джой Кон В конце Не До Конца Легко Закрывается Нужно Нажимать Силой Возможно Из-за Этого И Нет Люфта Так Что Вот Так Спасибо Ребята Вообще Что Посмотрели Мои Видео Я Давно Мечтал Об Этой Приставки Как Я Вообще Знал Нинтендо Экс Когда Она Появилась Вообще Была Шикарно Я Лично Мечтал О Не Просто Не Хотел Сразу Брать Потому Что Дорого Выходило Но Потом Когда Появилась Новая Версия Я Сказал Что Обязательно Ее Куплю И Куплю Себе Покемон Let's Go Потому Что Я Люблю Покемоны Я Ради Вот Этой Игрии Купил Еще Скоро Выйдет Покемон Shield Еще Есть Зельда Breath Of The Wild И Зельда Link's Awakening Remaster То Я Лично Люблю Именно Эксклюзив От Нинтендо Мне Лично Нравятся Эти Игры Даже Канал Про Это И Кто Говорит Что Это Игры Для Детей Сразу Вам Скажу В эти Игры Дети Даже Не Играют В эти Игры Играют 20-летние 30-летние Мужики Возможно И девушки Которым Дравятся Именно Эти Старые Игры Которые Ностальгия Ну Во первых Это Геймплей То Здесь Не Графика Здесь Геймплей Нужно Попробовать Поиграть Сперва А потом Сказать Ну Эта Игры Говно Как И мне Не нравился Resident Evil И я Поиграл На PlayStation 2 Resident Evil 4 И мне Понравилось То есть Это Можно Смотреть И сказать Что Говно Но Когда Сам Играешь Это Уже Другое Дело Так Что Всем Спасибо Кто Посмотрел Это Видео Ставьте Лайки Дизлайки Подпишитесь Всем Спасибо И Всем Пока Субтитры Субтитры